Среди всех ролей была одна, самая дорогая для него. Как и период работы с Ларисой Шипитько, режиссёром и человеком, которая оставила в его душе глубокий и светлый след. На этом самом месте, где была арена старого цирка на Цветном бульваре, проходили съёмки одного из эпизодов фильма Ларисы Шипитько по сценарию Геннадия Шпаликова «Ты и я». А сейчас, люди, кто желает осетлась непокорного арабского шокуна, прошу на монет! А-а-а! Ну вы, храбрые мужчины, живите! Кто желает, торопитесь, а то я сам взяду! А-а-а! Не желает! Неужели среди вас нет ни одного храброго мужчины? Я спрашиваю, мужчины в этом зале есть? Мужчины! А-у-у-у! Я! Я хочу! Саша, ты куда? А вот такой вопрос, приглашение Юры Ларисы, это было случайно было или незакономерность какая-то в этом была? Нет, думаю, что это абсолютно закономерно. Ларисе именно такой человек и нужен был. Прежде всего, личность, человек именно того поколения, того круга, людей, о которых писал Шпаликов. В общем, человек, имеющий черты вот этих вот людей, ну, даже самого Гена. И хотя он там в сценарии врач, но все равно это натура художественная, так сказать, натура артистичная по-своему. И самое главное, что это должна была быть личностью. Нашелся храбрец! Вы что? Серьезно? На арене клоун Андрей Николаев. Расскажите вот о том дне и о том эпизоде, который снимался. Это у Юры об этом написано. Что вы об этом еще вспомните? Я помню, что эпизод этот снимался очень нервно, напряженно. Все время что-то ломалось. Все время то выключали свет, то они не скакали лошади, то что-то портилось в камере. Все время приходилось делать дубли. А в конце эпизода Юра надевал ведро с водой себе на голову. Поэтому после каждого дубля объявляли получасовой перерыв. Сушили костюм Юрия, сушили его парик, снимая с него. А сам он полуголый сидел у меня в гримерной и отогревался чаем. После третьего дубля он сказал, Андрей, я тебя попрошу. В четвертом дубле, в то время, когда я буду скакать на лошади, ты как можно громче смейся, чтобы заглушить то бульканье чая, которое будет у меня в животе. Я не знаю, какой уж он был спортсмен, но ездить на лошади, на манежный цирк, по-моему, ему было очень не по себе. И только вот в вашей помощи, в ваших коллег как-то его держало. И кроме этого такое, ну, в общем, чувство, я это должен сделать. Могу. Помню вспоминания Халариси, он пишет, что он вообще там первый раз сел на лошади. Время шло. Ни одного просто внятного дубля не было снято. Нависла угроза срыва всей сцены, а повторить ее в другой день не представлялось возможным. Все это было слишком дорого. Арена, раскаленная непрерывными скандалами и неувязками, напоминала сковороду. Наконец-то настал тот момент, когда все стало как-то складываться. И осталось только отснять сцену. И здесь неожиданно потухли мощные осветительные приборы. Пробило десять, и труженики света на законном основании стали собираться по домам. Лариса, выхватывая из сумки собственные деньги, ринулась вверх на цирковую галерку. Никто не слышал того унизительного и позорного разговора. При гробовой тишине Лариса спустилась вниз и сказала, нам дали полчаса. Было 22 часа 5 минут. Ровно в 22.30 свет был снова погашен. На этот раз окончательно. Но мы успели все снять. Ларису увезли домой. Через полчаса ей вызвали скорую помощь. Лариса слегла. Ларису увезли домой. Катя! 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 Встать! Встать! Что там было, нервность? Всё хорошо, ну всё. Вот так прекрасно всё. А видите, какой шпорт? Браво, браво, браво! Куда же вы? Эй, 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 проходите! А то привет! А то привет! Создатели этой картины одними из первых разглядели социальную болезнь бездуховности, предательство собственных идеалов, гибели людских талантов в мире материально-деловых завоеваний. Но тогда, в начале семидесятых, беда только начиналась, а потому была нетипичной, и говорить о ней считалось очернительством. Фильм практически не был выпущен на экраны, он получил третью категорию и приз на Венецианском фестивале. Браво! 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 Венецианском , АПЛОДИСМЕНТЫ